Привет всем дорогие мои зрители! В сегодняшнем видео я вам хочу показать покупочку парфюмерии. Эту парфюмерию я купила за 2 месяца, то есть в течение 2 месяцев. Считаю, что очень много купила, но об этом я не жалею. Прежде чем начать мое видео, хочу извиниться за моих соседей. Мои соседы латыноамериканцы. И вы знаете, они глухие. Телевизор слышу я в моем доме, а они, видимо, в своем доме не слышат. Поэтому громкость телевизора включают на всю катушку. Так что если вы будете слышать некоторые звуки, стуки тарелок и громкие разговоры, то это мои соседи. Слава Богу, мне здесь осталось очень мало жить в этой квартире. Слава Богу. Надеюсь, что в другом месте я себя буду чувствовать лучше. Но это все будет потом. И посмотрим. Давайте начнем с парфюмерии. Прежде чем начать показывать мои покупочки, я хочу вам показать сэмпл. То есть одного аромата. Это нишевая парфюмерия. Вот он. Пирамидка на другой стороне указана. Это супер аромат. Благоухает косточками амарето, мигдалем и молоком. Я хотела купить вот этот аромат. Была скидочка даже на этот аромат. Но, к сожалению, недавно пошла в этот магазин. Скидочки нет. И я как-то подумала, подумала. И подумала, что, наверное, я куплю попозже, если не передумаю. Но, в общем, хочу сказать, что аромат шикарный. Стойкость реальная 10 часов. Это проверено мною на моей коже. На моей коже ароматы не задерживаются надолго. Поэтому об этом могу вам говорить смело. Аромат, который я купила в этом месяце, это аромат от Carolina Herrero. Видео уже снимала. Если вам интересно, можете посмотреть видео. Следующий аромат, который я хочу показать, это аромат от марки Maquen. Александр Макуен. И называется это аромат Mi Quen. Наверное, сейчас не буду доставать. Когда-то сниму видео поподробнее. Покажу вам сам флакончик. И дальше продолжаю я мой показ. В одном из моих видео, из моих последних видео, я вам показывала этот аромат, который я недавно купила. Аромат шикарный. И свежий. И вообще непонятно какой. Пока я его не понимаю. Но купила всего лишь за 29 евро. 50 миллилитров. 29 евро за этот аромат. Это очень дешево. Laura Bejotti. Аромат называется Laura. Действительно шикарный аромат. Я уже говорила в моем видео, что этот аромат шикарный. Я долго ходила, пробовала его. Никак не решалась. Мне все казалось, что этот аромат не стойкий. Но на самом-то деле он на коже держится очень долго. Он стойкий. Он интересный. Он супер. Он просто... Он достойный быть в моей коллекции. И вообще его рекомендую вам. То есть хотя бы познакомьтесь с этим ароматом. Не проходите мимо. Потому что аромат самый лучший от Laura Bejotti. Я считаю так. Потому что у меня есть аромат Венеции от Laura Bejotti. Это уже другая тема. Следующий аромат, который я вам хочу показать в одном из моих видео, я уже показывала, что я купила. Но я еще раз покажу. Это Sensi 50 мл. Пока не распечатываю. Не распечатываю пока. Пока нет у меня желания распечатывать. У меня еще много ароматов, которые распечатаны. Которые даже половины флакончика не использованы. Ну, надо как-то, наверное, с этим разобраться. Или Бог его знает. Пока даже не знаю. В общем, пока я не решила распечатывать и все. Даже не хочу оправдываться. Почему? Вот так и все. Также аромат от марки Криттия. Декриттия. Вот такой вот аромат. Очень хороший, пудровый, насыщенный, стойкий аромат. Вот этот аромат действительно держится около 6-7 часов конкретно. Это реально. Я проверяла. Елала тест. Вот этот аромат в базе раскрывается какао. Очень красивое какао остается на вашей коже. Шикарнейший аромат. Вообще ароматы от марки Ла Перла. В базе раскрывается какао. Не все, конечно, раскрываются интенсивным какао. Но вот в этой базе есть чистое какао. И мне это нравится. Очень-очень хороший, достойный аромат. Это редкость. Кстати, в интернет-магазинах, то есть на сайтах, на ebay я смотрела. Он очень дорого стоит. И вообще его нет уже в продаже. Я так случайно нашла и решила его купить. Критция. Это такой сладенький компотик. Даже не компотик. Сладкая конфетка. Хотя многим не нравится, когда называют аромат компотом. Ну, назову конфеткой. Может, вам больше понравится название конфетка. В общем, вот такая вот Критция. Хотя на каждый день, даже в офис, вообще на все случаи жизни для девочки его студентке супер подойдет. И он недорогой. Аромат от марки Сальваторе Феррагамо. Сейчас вам покажу. Флакончик. Мне не очень понравился сам флакон. У меня есть вообще мысли, что это может быть, бог его знает, что это такое. В общем, закрадываются у меня негативные мысли. Вот какая коробочка. Вот такой вот флакончик. Вот такой вот флакончик. И если вы присмотритесь, то, может быть, вы не увидите здесь. Надо будет делать такое специальное видео. Здесь вот эта вот покраска, вот это напиление серебристое, оно не ровно покрыто. Есть там такие недостатки. И, в общем, я не знаю, у меня есть плохие мысли насчет этого аромата. И покупала я этот аромат в этом магазине. И не знаю, буду ли я покупать в этом магазине еще ароматы. Потому что недавно я купила аромат в этом магазине. Со скидкой этот аромат продавался. 25 евро от Барбари Боди Тендер. Если вы посмотрите внимательно, то здесь есть дефект. Чувствуется и, наверное, даже будет видно. Смотрите внимательно. Я вот смотрю, буду ли я. Ну, думаю, что вы заметили. Я думаю, отнести, не отнести, поменять. В общем, я еще думаю над этим. Ну, я еще такого не встречала во всех моих флакончиках, которые я покупала. Были разные крышки, разные отливы. Но, в общем, посмотрим. Дальше. Аромат от марки Ши Сейдо. Я уже показывала в моих видео. Это вообще супер аромат. Супер, супер. Я не буду сегодня описывать ароматы. Но мне очень нравится его одевать перед сном. Он очень-очень приятный, хороший. Он вообще на все случаи жизни. Кто куда захочет, туда и будет одевать этот аромат. То есть и на разные мероприятия, и в офис, и в доме, и перед сном, и перед ужином, и как хотите. То есть это ваше личное дело уже выбрать. Он подходит везде. И вот эта вот большая коробочка, это у меня аромат от Руберто Кавали. Называется Руберто Кавали Ором. Тоже сложно уже найти такой аромат. Такая змейка здесь, в общем, есть. То есть флакончику длинный. Здесь крышечка в виде змейки. И объем у меня, все скажу, 75 миллилитров. Тоже не открываю, но очень нравится мне этот аромат. Я когда-то его покупала, я не помню. Это был или 2004 год, или 2005. Где-то вот так, в общем. Аромат, который я вам хочу показать от марки Ив Сен-Лоран. Вот такая у меня коробочка. Вот такой наборчик. Синема. Смотрите внимательно на сам флакончик. Здесь буквы выпуклые и золотистые. Еще один набор, который я решила купить для себя. От марки Элизабет Орден, Пятая Винью. У меня был вот такой набор. Я подарила маме такой наборчик. И решила себе перекупить еще один. Ну, для себя. Потому что маме отдала. И мне захотелось за себя поймать. Следующий аромат, который я вам хочу показать, это аромат от марки, опять же, Элизабет Орден Грэнте. То есть, зеленый чай. У меня впервые этот аромат. Я никогда не имела такой аромат в моем парфюмерном гардеробе. Но очень хотела, давно хотела его себе купить. Наконец-то я его купила. Всего лишь за 15 евро весь вот этот набор со скидкой нашла. Вообще не растерялась. Потому что есть гель-душ, есть крем. Супер. Еще один аромат, который я вам хочу показать, от марки Ferrucci Forever. Этот аромат выпустили на десятилетие или там какой-то юбилей, или чего там, я не знаю. Марка Ferrucci в 2000 году. И сейчас аромат очень легкий, цветочный, приятный. Чуть-чуть ванильный. Вот сейчас я его и нанесу на мою руку. Красивенький такой. Такие легкие. Какие-то сладкие фрукты. Фруктовый, цветочный. Чуть-чуть ванильный. Очень хороший, приятный аромат. Здесь 75 миллилитров. Вот такой вот флакончик. Очень красивый флакончик. Флакончик, мне кажется, достойный внимания. И, в общем, следующий аромат, который я вам хочу показать, это аромат от Роберто Кавали. Это лимитированный выпуск. Такая вот коробочка. Здесь у нас молочко для тела. И такой вот флакончик. Очень красивый, ароматичный аромат. Подойдет для девочек на ароматические вечера. С любимым. В общем, я его вот так охарактеризовала. Конечно, мне тоже он очень нравится. И, кстати, очень стойкий. Здесь 60 миллилитров. Это лимитированный выпуск. И это у меня запечатанная коробочка. Такой же лимитированный выпуск. Мужской вариант. Ну, наверное, все. Все ароматы я вам успела показать. Я не хочу делать очень длинное видео. Это чисто такой показ, демонстрация, что у меня есть. Что я хочу носить на данный момент. Вот этот аромат мне понравился. От марки Перуччи. Такой приятный-приятный сейчас носить его весной. И мне очень сильно хочется носить еще вот этот аромат. Очень-очень приятный такой. Какой-то зеленый. Там есть зеленые ноты. Свежий. Какой-то необыкновенный. Очень красивый аромат. Вот этот от марки. Сальвадор Феррагамо. Сальваторе Феррагамо. Пур Фене. Вот так он и называется. Вот этот мне хочется носить. И вот этот мне хочется носить. И еще хочу... А, вот еще. Не показала я еще один аромат. Это вот такой вот аромат от Гуэс. Гуэс Голд. Я уже снимала видео про этот аромат. И что у меня случилось. Как только я приклеила нижнюю часть флакона, у меня отвалилась верхняя часть флакона. В общем. Так что я вам хочу продемонстрировать, какая конструкция самой крышечки. Видите, здесь вообще магнит. Поэтому эта крышечка такая тяжелая. Видите, как это все сделано. Нижнюю часть я приклеила. Все, как полагается, держится. Здесь проблем нет. Также я приклею вот эту верхнюю часть. Проблем не будет. Ну, как-то так у меня с этим флакончиком такая вот беда. Ну, не страшно. Все решается. Все вопросы решаются, если человек этого хочет. Еще я вам хочу показать один лосьон для тела от марки Бушерон. Жайпур, по-моему, вот так произносится. Не знаю, если я правильно произнесла. Поправьте меня в комментариях. В общем. Боже, какой цветочный аромат. Какой приятный молочно-цветочный аромат. Это просто прелесть. Это невероятно красивая композиция. Если бы я встретила вот такой аромат, я бы его обязательно купила. Хотя у меня была возможность купить вот этот аромат. И я прошла мимо него. Сейчас жалею. Но тестера не было. Рисковать не хотела. Но, в принципе, что ж тут жалеть. У меня и так много парфюмерии. И вообще будут встречаться еще красивые ароматы. И, в общем, не надо никогда жалеть. Я так считаю. Еще я купила молочко для тела от марки Ла Перла Дивина. Но это ужасный аромат. Это просто ужасный аромат. Словами вам передать не могу. Была возможность купить аромат от марки Дивина Голд. Лимитированный выпуск. 80 миллилитров всего лишь за 27 евро. В общем, 27-28. Хорошо, что не купила. Честно. И все, наверное. Я на этом буду заканчивать мое видео. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Надеюсь, что сильно вас не утомило моими парфюмерными разговорами. Ну, что ж тут поделать. Мне очень сильно нравится парфюмерия. Поэтому я делюсь этой информацией. И на дальше я буду снимать видео про парфюмерию, про косметику. Есть очень много блогеров. Я не косметолог. Поэтому я не считаю нужным делиться информацией. Той, которой я не владею хорошо. И вообще не специализируюсь на этом. А это очень важно и ответственно, я считаю. Парфюмерия мне нравится. Я действительно награждена прекрасным носом. Это дар, я так считаю. И этим я делюсь. Стараюсь сделать видео полезными. По крайней мере, я так считаю. По крайней мере, мне так пишут мои подписчики. Большое вам спасибо, что вы мне оставляете комментарии. Хотелось бы побольше отдачи от зрителей. Хотя бы, чтобы ставили лайки. Я считаю, что я этого заслуживаю. Ну, а вы уж там решайте сами, как вам хочется, так и делайте. То есть я ни на что не претендую. Хотя, конечно же, было бы очень приятно, если будет отдача от публики, от зрителей. Это важно, важно для блогера. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...